Здравствуйте, Денис Пушилин. Мы женем в ДНР. Вот ваша любимая вода. Называется, что дают с нашего крана. Когда вы приедете и попробуете? Я не платила и платить за воду не буду. Приезжайте, обрезайте. Недавно в сеть слили фотографии с отдыха одной из дочерей так называемого главы ДНР Дениса Пушилина. Илона, ну я уж не знаю, носит ли она фамилию отца, остановилась в номере, который в сутки стоит около трех тысяч долларов. Отдых у девочки получился непатриотичный. Ведь номер снят не в Седово, не в оккупированной Ялте и даже не в Сочи. Телеграм-канал, прости господи, Бэтмен ДНР, уверяет, что мы на экранах с вами сейчас видим Дубай. Судя по фото Илоны, создается впечатление, что единственная проблема девочки заключается только в том, как потратить лишнюю тысячу долларов. А это уже фото, которое получил ТСН. На снимках и видео пляжный и активный досуг. Казалось бы, к самой обыкновенной девочке, ну чьи родители могут позволить себе и ей такой отпуск. Но в этом, друзья, и вся загвоздка. Вот как так получилось, что самоназванный глава бедной воюющей территории, еще и никем не признанной, владеет такими деньгами? Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать. Люди решили напомнить Пушилину, что пока его дочь наслаждается Дубаем, большая часть населения Урдло не может спокойно проехать под Новоазовск, ну чтобы отдохнуть на Азовском море. Я напомню, что Пушилин с супругой и тремя дочерьми проживает в Донецке даже не в своем доме. Подробно о том, как незаконное вооруженное формирование отжали дом донецкого бизнесмена и заселили туда Пушилина, вы можете найти в архиве ютуб-канала Дом. Все, что можно было придумать, там было все. И сегодня этим всем владеет Пушилин? Ну, владеет, пользуется Пушилин. Пользуется. И я, юридически, по закону Украины. До того, как стать никем не избранным главой так называемой ДНР, Пушилин был участником финансовой пирамиды МММ. Не исключено, что он до сих пор живет на деньги, полученные с помощью махинаций и вложенные в бизнес. Что нам дает МММ? МММ в первую очередь дает свободу. Свободу выбора. Выбора во всем. Февраль 14-го, Киев. Денис Пушилин, на тот момент функционер МММ, предрекает этой финансовой пирамиде большое будущее. Купите сапоги, шубу. Вот конечная цель, которую ставит перед нами Сергей Пантелеич Мавроди. Мы можем многое. Теперь это не просто слова. Теперь это факты. И финансовый апокалипсис действительно очень близко. Канун нового 2019 года Донецк. Пушилин, теперь уже в качестве главы группировки ДНР, назначает нового председателя главной политической организации донецких боевиков. Ну и принято решение назначения Муратова Алексея Валентиновича руководителем Центрального исполкона общественного движения Донецкая республика. В 2019 году мы приложим все усилия для того, чтобы постараться создать эту народную республику, о которой мы все мечтаем с 2014 года. Пушилин и Муратов давние знакомые. Бывший городской депутат из Курска в 2012-м уволился, чтобы развивать сети МММ. В том же году учредил одноименную партию с участием Пушилина. Итак, Алексей Муратов. Спасибо, Денис. Приветствую всех начинающих-поврадианцев. Муратов даже возглавил финансовую пирамиду в нескольких странах Юго-Востока Азии. Впоследствии индийские власти арестовали скандального предпринимателя на несколько месяцев. Приветствую всех участников системы МММ. Наконец-то вышел на свободу и выехал в Дели. А в 2014-м по протекции Пушилина Муратов неожиданно становится представителем группировки ДНР в России. Он из той же структуры МММ, из которой сам Пушилин. Более того, их там целая банда, можно сказать, этих бывших МММщиков, которые вместе с Пушилиным, очевидно, давным-давно знакомы. У них там свое своеобразное братство сформировалось. Первый заместитель Муратова по Донецкой республике. Еще один представитель пирамиды МММ Андрей Крамор. Когда подъедешь на Порше, там, три девятки, МММ, нуля, и скажешь, он скажет, откуда у тебя эта машина? А на тачку-то-нибудь. На СССР. Я? Я на нее заработаю. Ну и где? В МММ. Красава. То есть, многих в эту систему можно привести и в нашу идеологию включить с помощью, конечно, ярких каких-то таких меркантильных показателей. Крамор – тоже старый знакомый Пушилина по МММ. Команда МММщиков идет во главе с Андреем Крамором. Сегодня Пушилин о карьере в МММ предпочитает не вспоминать. В его официальной биографии об этом ни слова. Якобы до появления группировки ДНР работал в некой дистрибьюторской фирме в Макеевке. Хотя еще летом 2014-го Пушилин рекламировал МММ из Таиланда. У вас есть возможность сюда приехать и отдохнуть как раз, и снять свои бонусы. И заодно, кому понравится, остаться здесь на более продолжительное время и включиться в работу с местным населением. Минус 40. Холодно, неуютно. А под землей плюс 12, но тоже неуютно. Клянусь. В донецких медиа о прошлом нового главаря говорить не принято. Зачем же теперь Пушилин назначает на руководящие посты в группировке ДНР своих бывших коллег по финансовой пирамиде? Понятно, что раз эти люди были в этой структуре, они мыслят именно так. Они заточены на какое-то получение, на быстрое обогащение, получение денег при минимальных вложениях. За счет других они нацелены исключительно на наживу, и что никаких честных, добрых намерений у них нет. Может быть, участие в финансовых пузырях для бывших МММщиков Муратова, Пушилина и Крамора – дело прошлое. Но оказывается, Алексей Муратов параллельно с работой на структуре боевиков в несколько последних лет продвигает собственную криптовалюту – призм. Криптовалюта призм – полностью децентрализованное платежное средство. Мы считаем, что сегодня это лучший инструмент в мире как платежное средство. И в перспективе мы надеемся, что он будет основным платежным мировым средством. Дневной объем торгов – 15 тысяч долларов – это, в принципе, ничто. Даже при цене монеты в 10 центов – 15 тысяч долларов – это… Оценить перспективы очередного финансового проекта нового пушилинского протеже «Донбасс Реалии» попросили аналитика рынка криптовалют. Это не выглядит как что-то интересное. Еще тут есть у нас график цены и капитализации. Ну, собственно, можно сказать, что цена ушла в пол на сегодня. Это все равно, насколько я знаю, пирамида, потому что там в основном они живут с того, что привлекают новых последователей. Вот, там какие-то гарантированные вклады, выплаты, там многоступенчатый уровень рефералов. Короче, это такая игра для ребят из МММ, знаете, вот для них. Во всем мире рынок криптовалют просел в несколько раз. Майнить или создавать новые виртуальные деньги сейчас и долго, и затратно. Но, как уверяет глава движения Донецкая Республика, это не касается его нового финансового детища. Новые монеты появляются абсолютно у всех участников, которые пользуются призом, в их кошельках. И для этого не нужны ни майнинговые фермы, ни расходы электроэнергии. Поддерживать работоспособность системы, форжить, создавать блоки в призме, может, в принципе, любая бабушка на своем домашнем компьютере. Но не исключено, что уже в скором будущем бывшие функционеры МММ придумают новое применение своим финансовым талантам. После прихода к власти Пушилина перед ними в Донецке открывается бескрайнее поле возможностей. Мы открыли перед собой, наверное, грандиозные возможности. Сейчас у нас есть абсолютно все. Вот они какие, Голубковы! Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Пушилин Денис Владимирович, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики. Приемная Пушилина. Вот зашли гости. Вот и он, и он, и он. Мистер Риман. Красавчик. Красавчик. Субтитры создавал DimaTorzok